Ленинский район Для получения компенсации нужно подать заявление удаленно через портал Госуслуг Московской области или прийти в МФЦ. Там специалисты помогут оформить данную меру соцподдержки. Понадобится выписка из домовой книги, трудовая книжка и паспорт. Нам документы с МФЦ поступят и мы уже будем их обрабатывать. И компенсация всем заплатится с января 2019 года, даже если они обратились сейчас. Компенсация производится на лицевые счета или на дом. Денежные средства приходят до 25 числа текущего месяца за предыдущий. Неработающие пенсионеры получают 30%. Граждане, которым исполнилось 70 лет, получают 50%. И гражданам, которым исполнилось 80 лет, получают 100%. Но это все в нормативе стандарта жилой площади. Количество зарегистрированных на жилой площади человек также влияет на размер компенсации. Чем их больше, тем меньше сумма выплат. Если, например, три человека зарегистрированы, компенсация будет платиться от 18 квадратных метров. Если в семье два человека, то он будет платить компенсацию от 21 квадратного метра. Если один – от 42 квадратного метра. То существуют нормы. Часто в управление соцзащиты обращаются те, кто зарегистрирован в Москве, но имеет в Подмосковье дачный участок или частный дом. Надо иметь в виду, что компенсация положена лишь в постоянно зарегистрированном в Ленинском районе. Также некоторые пенсионеры старше 70 лет уверены, что платить вообще не надо. Я обратилась туда. Я говорю, с чего же вы меня берете? Она ей говорит, а мы, вы платите, платите, а мы вам вернем. Миленькая, ну зачем тогда мне платить, если ворачивают? Тогда бы так и написали, что мне не платить. Но любая монетизация льгот от государства осуществляется путем подачи заявления на возврат потраченных на услугу средств. Поэтому Марье Васильевне нужно поторопиться оформить субсидию, иначе компенсации за вывоз ТКО не получить. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.